добрый день в эфире очередной выпуск подкаста лабвакар студии норман велитесь добрый день и алексей малов но что наш прошлый выпуск только в ю тубе собрал 2100 просмотров я думаю что это именно из-за того что мы обсуждали визовый вопрос может с него и начнем ну вот трудно сказать ну приятно что у нас оценивает да 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 ну я думаю что это не связаны вещи но то что эстонская республика рассмотрела вопрос о запрете своих туристических виз для россиян даже тем которые выдали ну вызвал как бы дополнительный резонанс который имел место быть мне например как бы эти действия непонятны может ты мне объяснишь как бы твой взгляд что произошло я может начну с того что немножко интересно да там с того что вот тогда отзывы от нас то что говорят нам приятно удивило да что ты теперь с российской позиции глаза такие большие большие были да я как бы себя никогда так не позиционировал да и не было такой позиции а то что мы с тобой здесь творим да или разговариваем это ну никаким образом не связано да с позиции оппозиции мы пытаемся анализировать процессе да и мы знаем что нас никто к этому не принуждает и никакого сценария нет но слушай везде ищут заговор это же при это же прекрасно это же прекрасно как я говорю все кроме некролога вы возвращаясь к визам но если по визам то здесь по моим ситуация такая что если большие государства до принимает какие-то решения и делает это спокойно тихо и нормальном режиме да то наши опять бежать хотят побежать впереди паровоз скажем так да но этом случае это эстония успела отличиться до коллаз до президента надо сообщил водой на потом это началось ну и потом конечно к хором пошли уже дальше да там литовцы латвийцы чехи и поляки и так далее но опять же то что предыдущий раз мы говорили чем счет с этим можно достичь и кому на руку это играет да что если сейчас европа запретит уезжать россиянам которые не хотят там находиться да но это это в это получается что мы изолируем людей и что мы хотим с ними сделать и где тогда демократия гуманность да если человек который хочет выехать из россии ему запрет даже на туризм уже есть да как как это тогда во все воспринимать и я не понимаю цели не эстонцев не европы все да что с этим хотят и не достичь но я реально сидел и думал кому это выгодно да то есть и у меня в голове такая концепция сложилась смотри россиянин который вывозит из россии деньги и тратит их в европе в конечном итоге платит налогом в виде налогов да в европейский бюджет ну неважно эстонский латышский там или любой другой европейской страны куда он приехал там гостишка бензин там что-то такое самолет с этих денег с бюджета европейского идет помощь украине если этот человек россиянин остается в россии он же реально тратить деньги в россии и эти деньги идут в российский бюджет а из российского бюджета оплачивается армия российская и вопрос зрительный зал вы тогда как как какому бюджету и какой армии таким действием помогаете вот это нелогично но здесь логики мало да потом я стал думать может быть еще какой то есть подводная там второе третье дно кону конспирология мне дала это ну я часто бываю на границе и в принципе в российской европейских отношениях осталось только три государства которые по сухопутной границе пропускают товары эстония латвия и финляндия соответственно если эстония убирает с одной полосы пешеходов там могут пустить фуры и соответственно пропускная способность товарная она увеличивается ведь эстония не не ограничила в ну плюс к тем европейским санкциям какие-то товары из россии нет очереди стоят и они решают проблему с очередями как придумалось тут мне правильно правильно потому что одно дело ты два часа потратил на 20 физиков которые там что-то где-то там по 20 евро оставили другое дело у тебя за это время пропустили машину 20 тонн товаром ну знаешь по моему здесь самое печальное то что опять же принимается решение да и эти должностные лица они не могут их мотивировать да они не дают аргументацию почему точно это принимается до якобы это поможет украинцам каким образом так я тебе про это и говорю единственный алгоритм по которому я вижу помогаю помощь это плюс бюджет и соответственно с этого бюджета помощь украинцев это для россиян это единственный способ наверное один из немногих по которым они своими еврами рублями или долларами могут помочь украинцам в этом конфликте а получается что их этого решают тот россиянин который хочет уехать он уедет в турцию в грузию в армению куда угодно он там будет тратиться а те люди которые останутся понятно при примут или ну скорее примут правила игры будут платить деньги в российский бюджет и вопрос для чего момент очень плохой моем соображении том что мы теряем опять же своих до каких-то людей которые настроены позитивно на на в европу как таковое дано это на это направление да и ты представляешь да если тебе один день говорят да что ты не желаем а те не объясняет вообще почему ты не ну да ты до этого прошел журналистами до прошлый раз мы обсуждали здесь получается мы теперь это был первый этап это были журналисты да а уже второй этап это мы теперь относим ко всем но обрати внимание они от журналистов отскочили то есть теперь в гуманитарное основание журналисты выведены за скобки то есть ну очевидно здравый смысл то все-таки в какой-то части восторжествовал но посмотрим ну посмотрим на трудно сказать трудно сдану да да подробнее погоде смотрите на улице вот второй вопрос который меня действительно на этой идее на этой неделе тронул это была принята программа поддержки населения по энергетике по компенсации дров газа электричества и так далее значит что я там опять не увидел то о чем мы с тобой говорили торфа то есть латвия богата торфом но правительство никак не поощряет его добычу и использование в качестве топлива ну значит вывод очень простой да существует лобби да который хочет чтобы мы покупали дорогой бензин и дорогой газ но подожди но опять же а как объяснить населению почему то что валяется под ногами нельзя сжечь почти за бесплатно да и вместо того чтобы покупать ну например те же гранулы по 450 евро за тонну потому что под этим всем вероятнее всего стоят большие бизнес интересы я понимаю что прибалтика и латвия не такой уж большой рынок да но но все равно по чуть-чуть но что-то кому-то кому-то что-то отпадает я это так только могу разъяснить иначе какого-то нормального разъяснения я не вижу в этом ситуации ну согласись это нелогично то есть ты когда разрабатываешь торфяник сверху снимаешь плодородный грунт часть какая-то этого торфяника идет на топливо часть какая-то идет на удобрение для цветов огурцов помидоров там и так далее и ну это такая комплексная проблема то есть ты решаешь три задачи в одном а учитывая что по энергетике сейчас острый дефицит ресурсов энергетических дармовой торф пускай даже со своим этим co2 и с какими-то там оговорками это было бы решение для каких-то домохозяйств они бы перешли на торф но не покупали бы гранулы гранулы были бы дешевле потому что рынок но спрос предложения да и все и 430 или 440 миллионов программа и в ней нет ничего про торф ничего значит так надо но опять же другой вывод согласись это же против интересов людей конечно против интересов людей кто под этим режиссер да но мы с тобой тоже можем только гадать хотя бы те же ассоциации до который поддерживает эти все направления да и торфи думаю щипа и все дерево прорабатывающая вот это отрасль она заинтересована чтобы во первых конечно они могли снабжать энергоресурсами свой своих скажем так а потом уже продавать своих продавая в литву в эстонию там помогает то есть это не только локальная проблему решаешь ты помогаешь и соседям и это экспортно-ориентированная история то есть можно еще приток евро в экономику в латвийскую организовать как бы но я вижу только одни плюсы от разработки торфянников но почему-то как бы тишина как в библиотеке к сожалению третий момент который действительно имел место быть было же некая атака на телеканал дождь который здесь в латвии получил лицензию на вещание в качестве сми и было его интервью мэра мэра риги который ну скажем так которое так неоднозначно было воспринято да 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 неоднозначно от что получилось с этими патриотами которые набросились на дождь ты знаешь эти признаю признаюсь да что я первый раз жизни посмотрел вообще дождь интервью стаки сам потому что вчера вечером мы как бы говорили что это возможно будет одна из тем которые мы будем обсуждать но мне хотелось тогда и своими глазами увидеть посмотреть и увидеть ты знаешь так если от оценить эту ситуацию все во-первых визуально очень интересно мне понравилось я был очень удивлен профессионализму журналисты журналист когда к сожалению но неважно журналистки фамилия сейчас что-то грузинская россиян что-то такое совместно да но мне я тебе скажу так приятно удивило ее уровень профессиональности она как она вела интервью и как она задавала вопросов да там у стаки все вообще вариантов не было потом можно было видеть то что она себя вела очень-очень спокойно корректно спокойно сдержанной так далее а все другие могут посмотреть сколько раз за это интервью стакис выпал воды перед каждым вопросом посередине вопроса и так далее все кто понимает психология не знает что это означает и и каком ракурсе это велось мое чувство чисто вот было такое что стаки ждал каких-то других вопросов каких вопросов я не понял да но на те вопросы которые она отвечала задавала вопросы да он принципе по существу не отвечал не 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 что не было что сказать раз а второе он все равно после начавшейся волны сказал что все было корректно у это сми имеет лицензию латвийскую как в качестве сми и он отвечал соответственно как как всем остальным журналистам в латвии потому что это не ртв ай который о котором мы говорили да которая приехал тут что-то где-то как-то президента опросил уехал это сми которые зарегистрированы в латвии в качестве сми да но я сочувствую стакису потому что он же прекрасно понимает что рига это половина русскоязычных половина да патышей может быть он и думает совсем иначе да но он не может другого сказать он говорит то что ему кто-то где-то ну может он действительно так считает я думаю что вряд ли он так считает да потому что ну не секрет что всегда если мы так отойдем на уровень слухов да то можно сказать так что если у нас правительство руководит партии до которые набрала 5 процентов да господин карриш да во главе то ригу нас всегда руководил ли партии которые считались рукой русскоязычными да и ну который каким-то образом мы скажу то есть были швязаны и слушай скам на ряда да 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 российский это латвийскому капиталу с российскими корнями да 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 ты точно сказал я думаю вот этот момент где бизнес и политика как бы он как хозяйственник должен был ну эту ситуацию разрули разрулить да не но он мог отказаться но самое главное что в латвии тебе не отправляют вопросы журналисты на которые хотят получить ответ они в они импровизируют и если ты политик вышел на интервью ты обязан отвечать но я думаю отказаться это было бы неправильно он понимает что он тогда бы потерял бы какие-то скажем политические дивиденды дивиденды да потому что мы же все прекрасно понимаем что на чем он держится да мы понимаем что в принципе у него не должно быть голосов и после того как распалась фракции на тесте бы партнер уже фактически да он фактически уже но такой свадебный генерал ну тем не менее он глава которому это его не поддерживает да нет поддерживает я бы сказал она поддерживает будем депутаты например да ну понятно ну и как ты думаешь будет развиваться с ситуацией в латвии будут интервью дождю давать впредь или все-таки это будет такая лакмусовая бумажка чтобы стараться избегать интервью дождю я думаю это будет игра это будет игра рамках да кто те которые говорит что они силы проамериканские да или у них приоритет про американское направление они обязательно будет давать и нету выхода потому что такая номенклатура политическая на данный момент и отказываться они просто не может но так не принято в латвии да а те которые ну назовем так больше причисливается пророссийским они конечно будет отказываться да потому что они боятся я думаю реакции москвы они боятся не только реакции москвы но они боятся реакции своих спонсоров и так далее это самое потому что ну мы же не наивно и мы понимаем что это все строится на чьи-то деньги ну понятно выборная кампания стоит денег государственный бюджет он не все расходы покрывает на рассорен до октября все должны вообще бежать и молчать по максимуму чтобы не дай бог что-то не сказать это вообще полить латвийской политики это такая но топ до всего что лучше тем меньше что-то скажешь да тебя меньше ты будешь заметен да ты же долго подольше подольше проживешь и зарплату получишь но это не про дождь дождь будет все равно докапываться пытаться задавать вопросы и это новая реальность которым латвийским политикам и латвийской политики придется сталкиваться но интервью была хорошая мне понравилось да и и я я бы я бы со своей стороны сказал так контекст я понимаю что к чему и она клонила до задавая эти вопросы все и я как латыш да и например думаю ну а почему тогда ситуации когда когда-то были там такие времена что памятник свободы хотели снести на нашлись россияне далее русские которые защищали этот памятник я думаю все таки памятник это памятник и политика и война украине это разные вещи смешать это все сейчас одно и делать на этом скажем так на сносе там два сколоком а сколько миллионов без конкурса да я опять же здесь чувствую немножко коррупция да и пахнет какими-то схемами потому что они понимают чтобы по такой по такому событию никто их прослед преследовать не будет но понятно правильно это вот правоохранительные органы не начнут копаться чтобы не дискредитируют сами там кремли на слал добрый хорошо вот такая была неделя тогда встретимся через неделю давай хорошо спасибо до свидания